Оперативная группа российских войск в Приднестровье охраняет склады в Колбасне, на которых хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов, и не уйдёт оттуда, пока не будет гарантии, что они не попадут в опасные руки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин по поводу требований о выводе ОГРВ с территории Приднестровья, которое премьер-министр Павел Филипп призвал вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН. Присутствие российских военных на Днестре по-прежнему вселяет местным жителям уверенность в том, что завтрашний день будет мирным и спокойным. У тех, кто пытается продвигать идеи вывода российских военных, слишком короткая историческая память. Напомню, что именно действия российских военных позволили остановить кровопролисие в 1992 году. Тогда, по разным оценкам, с обеих сторон погибло около тысячи человек. Четыре с половиной тысячи были ранены. Только с приднестровской стороны было убито около 600 человек, почти 900 ранены, 50 пропали без вести, отметил Карасин. По словам российского чиновника, для нахождения российских войск на левобережье Днестра есть и правовые основания. Это подписанное 21 июля 1992 года президентами России и Молдовы в присутствии приднестровского лидера соглашение о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта. В соответствии с документом создана и действует Объединённая контрольная комиссия и совместные миротворческие силы, включающие российские, молдавские и приднестровские контингенты. Во исполнение этого соглашения 22 июля 1992 года принят протокол о количественном составе и размещении миротворческих сил. Этот документ предусматривает присутствие на территории Молдовы шести российских батальонов, один из которых в резерве, а также вертолётные эскадрильи и группы обеспечения связи. Подчеркнул Карасин, отметив, что изменение формата миротворческой миссии может привести к опасному обострению конфликта.